Вы когда-нибудь мечтали об утре, когда вместо пробок на дорогах вы свободно летите в своем автомобиле? Так вот, эта мечта уже на пороге. В Китае проводят публичный тест драйвы машин, стремящихся разрезать небеса. Секретные испытания показали. Промышленное производство может начаться так скоро, что никто не успеет моргнуть. Сегодня вы узнаете все, кто ведет этот технологический прорыв, как работают летающие авто, и, возможно, самое захватывающее, когда эта фантастика станет нашим обычным утром. Готовьтесь удивляться, будущее уже здесь. Вы когда-нибудь мечтали об автомобиле, который может взлететь прямо из пробки? Звучит как фантастика, но это уже реальность. Китайская компания Xpeng Aero HD, дочернее подразделение Xpeng Motors, активно разрабатывает первые массовые летающие автомобили. В 2022 году они провели публичный тест Drive, где их машина взлетела на несколько футов, демонстрируя стабильность и безопасность. Машина сочетает функции обычного электромобиля и летающего аппарата. На дороге она движется, как автомобиль, а в воздух поднимается с помощью восьми роторных пропеллеров. Для управления на земле используется привычный руль, а в воздухе — джойстик, что делает переход между режимами плавным и удобным. Главная миссия Xpeng Aero HD — создание экологичного и удобного транспорта, который поможет мегаполисам справляться с пробками и ускорить перемещение в условиях плотной городской застройки. Компания планирует запустить массовое производство таких машин уже к 2025 году. Представьте, вы больше не стоите в пробке, а просто взлетаете над ней. Готовы к такому будущему? Летающая машина от Xpeng Aero HD представляет собой уникальное сочетание дрона и электромобиля, ставя перед собой цель изменить представление о городском транспорте. Этот аппарат оборудован восемью роторными пропеллерами, расположенными по бокам, которые обеспечивают стабильный вертикальный взлет и посадку. При необходимости аппарат может плавно переключаться на режим обычного электромобиля, передвигаясь по дорогам на четырех колесах, оснащенных мощными электрическими моторами. В режиме полета летающая машина демонстрирует отличную маневренность. Она способна парить над препятствиями, выполняя точные повороты и подъемы, что делает ее идеальной для городской среды. Запас хода в воздухе составляет от 19 до 31 мили. Этого достаточно для перемещения между районами мегаполиса. Однако текущая версия прототипа имеет ограничения в максимальной скорости и дальности полета, которые разработчики активно стремятся улучшить. Инженеры Xpeng Aero HD работают над увеличением запаса хода и повышением скорости для серийных моделей. В будущем они планируют оснастить аппарат более мощными аккумуляторами и улучшенными раторными системами, что сделает такие машины пригодными не только для перемещения в пределах города, но и для междугородних поездок. Сейчас это лишь первые шаги, но компания уже доказала, что ее технологии работают, успешные тесты и демонстрации позволяют предположить, что серийное производство подобных машин – лишь вопрос времени. На тестах Xpeng Aero HD инженеры сосредоточились на трех ключевых аспектах, от которых зависит успех летающих машин в реальных условиях. Первым приоритетом была проверка стабильности полета. Летающая машина, оснащенная восемью роторными пропеллерами, уверенно держалась в воздухе, демонстрируя отличную маневренность. Даже в условиях порывистого ветра аппарат сохранял баланс, что подтверждает его готовность к использованию в городской среде, где внешние факторы могут быть непредсказуемыми. Далее проверялись системы безопасности, которые включают экстренные остановки роторов, алгоритмы мягкого приземления и устойчивость к неблагоприятным погодным условиям. Например, в случае отказа одной из систем машина автоматически активирует резервные механизмы, позволяя пассажирам безопасно завершить полет. Это особенно важно для транспортного средства, которое должно соответствовать строгим стандартам безопасности, чтобы завоевать доверие пользователей. Третий аспект – управляемость. Одной из главных задач Xpeng AeroHT было обеспечение плавного и интуитивно понятного перехода между режимами наземной езды и полета. Тесты показали, что смена режима осуществляется буквально одним нажатием кнопки. После этого машина автоматически поднимается в воздух, плавно набирая высоту. Водитель может легко контролировать аппарат, используя привычные элементы управления, что делает процесс перехода простым даже для неподготовленного пользователя. Результаты этих тестов продемонстрировали, что летающие машины могут быть не только эффективными, но и безопасными для повседневного использования. Xpeng AeroHT уверенно движется к тому, чтобы сделать такой вид транспорта доступным для массового рынка, открывая новый этап в развитии городской мобильности. В Китае активно развиваются проекты по созданию летающих автомобилей, направленные на революцию в сфере транспорта. Эханг – ведущая китайская компания, специализирующаяся на разработке и производстве беспилотных аэротакси. Их флагманская модель EH-2016S представляет собой двухместный электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки EVTOL, предназначенный для городских пассажирских перевозок. В августе 2023 года Эханг успешно завершила все запланированные испытания EH-2016S в рамках сертификационной программы, которая длилась 30 месяцев с января 2021 года. Компания ожидает получения сертификата типа от Администрации гражданской авиации Китая, что позволит начать коммерческую эксплуатацию аэротакси. Outoflight – китайская компания, занимающаяся разработкой коммерческих летающих автомобилей для городских условий. Она уделяет особое внимание аэродинамике и снижению стоимости своих аппаратов, стремясь сделать летающие автомобили доступными для широкого круга пользователей. В апреле 2019 года на выставке AeroExpo во Фридрихсхаффене, Германия, основатель и генеральный директор Outoflight представил свои разработки, демонстрируя приверженность компании к инновациям в области воздушной мобильности. Эти компании проводят многочисленные эксперименты и тесты, проверяя стабильность полета, системы безопасности и управляемость своих аппаратов. Китай совершил значительный прорыв в области летающих автомобилей, став первой страной в мире, официально одобрившей коммерческие пассажирские перевозки на беспилотных аэротакси. В октябре 2023 года стартап Ehang получил разрешение на запуск коммерческих перевозок пассажиров по воздуху, что стало важным шагом в развитии этой отрасли. С учетом текущих достижений и активных разработок можно ожидать, что летающие автомобили появятся на рынке в ближайшие годы, предоставляя новые возможности для передвижения в городских условиях. Китай уверенно обходит другие страны в разработке технологий, необходимых для массового внедрения летающих автомобилей. Это стало возможным благодаря нескольким ключевым факторам, которые обеспечили стране лидерство в этой сфере. Давайте разберем, какие. Во-первых, государственная поддержка играет решающую роль. Правительство Китая активно финансирует проекты, связанные с разработкой летающих машин, аэротакси и других инновационных транспортных средств. Такие инвестиции не только ускоряют исследования, но и дают компаниям возможность экспериментировать с передовыми технологиями. Во-вторых, гибкость законодательства. В Китае относительно просто получить разрешение на тестирование летающих аппаратов. В отличие от многих других стран, где бюрократические процедуры значительно замедляют инновации, китайская система создает благоприятные условия для быстрого внедрения новых технологий. Это позволяет компаниям, таким как Xpeng AeroHT и Ehang, проводить тесты и выходить на рынок быстрее конкурентов. Наконец, технические инновации делают китайские проекты уникальными. Применение электротяги снижает углеродный след, что делает летающие автомобили экологичными. Искусственный интеллект обеспечивает точное управление и безопасность, что особенно важно для аппаратов, предназначенных для плотной городской среды. Например, технологии автопилота, разработанные для беспилотных аэротакси, уже доказали свою эффективность и перспективность. Благодаря этим факторам Китай не только занимает лидирующую позицию, но и активно прокладывает путь к массовому внедрению летающих автомобилей. Это не просто технологический прорыв, а начало новой эры транспорта, которая становится реальностью на наших глазах. Сложно поверить в то, что Xpeng планирует выпустить первые серийные модели своих летающих автомобилей уже к 2025-2027 году. Этот амбициозный проект станет первым шагом к массовому внедрению летающего транспорта. На начальном этапе продажи будут ограничены только Китаем, где компания сможет протестировать модели в реальных условиях и усовершенствовать технологии. Однако в долгосрочной перспективе Xpeng нацелена на экспорт, чтобы завоевать мировые рынки. Ключевая задача на пути массового внедрения таких машин – это не только снижение их стоимости для конечного пользователя, но и развитие необходимой инфраструктуры. Например, потребуется создание специальных зон для взлета и посадки, интеграция с уже существующими городскими транспортными системами, а также внедрение новых правил для воздушного движения на низких высотах. Xpeng уже ведет переговоры с правительственными структурами Китая для разработки таких зон в мегаполисах. Это включает создание парковок с функцией взлетных площадок, а также специальных коридоров для воздушного трафика, которые позволят минимизировать риски столкновений. Появление серийных моделей станет знаковым событием для индустрии. Они обещают изменить наш подход к городскому транспорту, превращая мечты о летающих автомобилях в реальность. Пока Xpeng строит планы на будущее, мир с нетерпением ждет, когда летающие машины начнут свою повседневную работу в городах. Однако появление летающих машин на рынке сопровождается серьезными вызовами, которые предстоит преодолеть, чтобы этот транспорт стал частью повседневной жизни. Во-первых, регулирование воздушного движения. Летающие машины требуют создания новых правил и стандартов, которые учитывали бы их работу в городских условиях. Важно определить зоны для взлета и посадки, высоту полетов и маршруты, чтобы минимизировать риски для других участников воздушного и наземного движения. Во-вторых, безопасность. Аварии в воздухе представляют куда большую угрозу, чем на дороге. Разработчики обязаны внедрить системы предотвращения столкновений, автоматического экстренного приземления и защиты от внешних факторов, таких как порывы ветра или сбои в работе оборудования. Только полная уверенность в безопасности сделает такие машины привлекательными для массового использования. Наконец, стоимость. Сегодня разработка летающих машин требует сложных технологий и дорогих материалов, что делает их доступными только для небольшого круга пользователей. Для массового внедрения необходимо снизить цену как на сам транспорт, так и на его обслуживание. Это потребует новых производственных решений и оптимизации технологий. Несмотря на эти трудности, компании вроде Xpeng, AeroHT и E-Hung активно работают над решением данных задач, приближая нас к будущему, где летающие машины станут привычным видом транспорта. Летающие автомобили обещают стать настоящей революцией в транспортной системе. Они не только ускорят доставку грузов, но и полностью изменят подход к логистике, делая ее более эффективной и экологичной. Уменьшение заторов в мегаполисах – еще одно ключевое преимущество, которое может существенно повысить качество жизни в больших городах. Эксперты прогнозируют, что развитие этой отрасли приведет к созданию тысяч новых рабочих мест, начиная от инженеров и пилотов до специалистов по обслуживанию и разработчиков инфраструктуры. Кроме того, инвестиционный потенциал сектора оценивается в миллиарды долларов, что делает летающие автомобили привлекательными как для стартапов, так и для крупных корпораций. Такой транспорт – не просто футуристическая мечта, а реальный шаг к новому уровню городской мобильности. Летающие автомобили – это уже не просто фантазия из научной фантастики, а реальный шаг к изменению привычного облика транспорта. Китайские компании, такие как Xpeng AeroHT, eHank и Outoflight активно работают над воплощением этой мечты в жизнь. Они не просто создают машины, которые могут взлетать и двигаться по дорогам, но закладывают фундамент для нового этапа в развитии городской мобильности. Представьте себе мир, где пробки остались в прошлом, а дорога на работу превращается в короткий полет над городом. Летающие автомобили обещают ускорить доставку грузов, улучшить логистику и дать новый уровень свободы передвижения. Они открывают огромные перспективы не только для индивидуального транспорта, но и для экстренных служб, туристических маршрутов и даже будущих межрегиональных перелетов. Однако этот прорыв сопряжен с множеством вопросов. Как будет регулироваться воздушное движение? Сможем ли мы обеспечить максимальную безопасность пассажиров? И как скоро такие технологии станут доступными для массового потребителя? Все это требует не только инженерных решений, но и изменений в законах, инфраструктуре и общественном восприятии. Становимся ли мы свидетелями новой транспортной революции? Xpeng, AeroHT и другие компании уверены, что массовое внедрение летающих машин станет возможным уже в ближайшие 10 лет. Летающие автомобили – это не просто технологический прорыв. Это начало новой эры в транспорте, которая уже стучится в наши двери. Но готовы ли мы к таким изменениям? Как быстро наша инфраструктура, законы и общество адаптируются к этим удивительным новинкам? И самое главное, готовы ли мы сами переступить грань между привычным автомобилем и машиной, которая может взлетать? Как вы представляете себе жизнь с летающими автомобилями? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Давайте вместе обсуждать будущее, которое буквально парит над горизонтом. Если эти вопросы задели вас за живое, у меня есть для вас предложение. Хотите стать частью команды, которая не просто рассказывает о будущем, но и вдохновляет на перемены? Присоединяйтесь к нам. Если вы умеете монтировать видео, озвучивать ролики или создавать яркие сценарии, добро пожаловать в нашу команду. Пишите нашему телеграм-боту и давайте вместе освещать самое интересное и яркое, что происходит в мире технологий и не только.